шаббат шалом дорогие друзья с вами равен каплан и сегодня мы поговорим о недельной главе тор и шлах лиха о шпионах посланных высмотреть страну израиля о злословии мирьям о наказании и о выводах которые можно сделать мидраше тарху машлах лиха 8 задается следующий вопрос почему раздела мироглим шпионах следует сразу за разбить разделом о наказание мирьян да потому что она была наказана за клевету в адрес своего брата маши эти плохие разведчики все видели и ничего из этого не смогли понять лошон гора злословия мироглим разведчиков было очень серьезно также их наказание было серьезно они должны были пробыть в пустыне и не войти в страну израиль все люди возрасте от 20 до 60 лет были обречены умереть в пустыне и никогда не увидеть страну израиль мирьям и арон которые плохо отзывались о маши были подвергнуты серьезным обвинениям со стороны всевышним почему вы не боялись говорить о моем слуге машин во все моем доме он верен и заслуживает доверие всевышний осудил мирям и арона за ошибочное суждение и за моисея за то что они не смогли ценить его в достаточной степени если бы мирьям и арон правильно оценили его они бы не подумали о нем плохо но в этом и проявился их недостаток они не обладали таким зрением и слухом чтобы верно оценить его выдающиеся качества эту же неспособность проявили разведчики они не смогли проникнуться великими качествами эриц израиль страны и поверили что израиль был землей пожирающий свой народ плохие шпионы видели только отрицательные стороны эриц израиль и несмотря на пример мирьям не смогли сделать правильные выводы они смотрели на вещи поверхностно из этого мы можем понять что не следует судить только по внешнему виду по обертке мы должны смотреть на вещи более внимательно то что плохо выглядит снаружи может оказаться необычайно хорошим внутри дорогие друзья будьте здоровы браха вас лоха я вам желаю чтобы вы правильно видели шаббат шалом ваш раввин каплан